Слава Иисусу Христу Слава Богу! Слава Иисусу Христу Слава Богу! Слава Иисусу Христу Слава Иисусу Христу И смешались с язычеством, смешались с народами языческими К сожалению, такое давнее, древнее проклятие народа Божьего Это желание быть как все, не высовываться И когда люди слышат с разных народов о том, что еврейский народ избран, что это избранный Богом народ То многие языческие народы, гои, да, просто-напросто, это библейское слово гои, гои, это значит не евреи, значит, да, народы, разные народы Вот оно стало уже в современном порой языке таким чуть ли не оскорбительным, но ничего, это библейское слово гои Бог обещал Авраам сделать отцом множество народов, отцом гоев Вот, множество гои Вот, и интересно, что Многие гои воспринимают избранничество евреев Как, знаете ли, лычку такую, как звездочку на погон Как пряник от Всевышнего Но забывают о том, что кому первый пряник, тому и первый кнут И что быть первенцем Всевышнего, это не только, знаете ли, быть первым там за столом его ближе к Творцу, нет Это и иметь первые, ну, будем так говорить, иметь проблемы, иметь действительно больше требований к себе Вот, и множество евреев, на удивление для гоев, желают действительно быть как гои Действительно раствориться и быть как все народы Многим евреям, так в истории уже повелось, с самых древних времен, с моисеевых еще времен Вот, многим евреям, знаете ли, не дает покоя такая, как бы, старая такая отступническая мечта Плохая мечта Есть хорошая еврейская мечта, есть плохая еврейская мечта И вот плохая еврейская мечта, ну, нет, вначале хорошая скажу Хорошая еврейская мечта, это чтобы я был в Боге, а Бог был во мне Вот это хорошая еврейская мечта Она выражена в книге «Песни песней» словами «Ани, Ле-До-Ди, Ве-До-Ди-Ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне». А плохая еврейская мечта, древняя, проклятая, это сложить в себя полномочия, дембельские настроения, уйти от ответственности, от избранничества и не нести этот крест избранничества. И вот тогда, во времена царицы Исфири, во времена царя Ахаш-Вероша, Артаксерса, мы читаем, что царь этого сделал огромнейший пир, пир на весь мир. Как говорится, я там был, мед, пиво пил, по усам текло, да в рот не попадало. Вот, но люди пьянствовали, люди ели, били, веселились. И, в общем-то, в еврейской традиции считается, что признается грех того, что вот в этом безобразии участвовали и евреи, как и все прочие народы, радуясь своей ассимиляции, радуясь, наконец-то, исполнившейся своей плохой мечте, отступлению, по сути. И вот такая небольшая предыстория. И чему учит нас вот эта предыстория историческая? Тому, что даже когда в дети Божьи попадают такие серьезные проблемы отступничества, у Бога есть потрясающий по своей глубине план. План спасения народа своего, план вызволения. Поэтому по Рим он очень во многом схож с Песахом, с Песхой, с Пасхой. Это тоже вызволение такое, это тоже освобождение из рабства. Но не такого, как египетское, конечно, это другого рода рабство, как правило, ну тоже изгнание, но это другое немного. Но духовно, в принципе, это то же самое. Это падение, это отступление, это действительно грех. И слава Богу, что среди евреев был такой Мардыхай. Мардыхей в русском звучании так Мардыхай. Он был действительно тем человеком, что, я не знаю, единственным ли в таком сообществе своем или не единственным среди оставшихся в Сузах, в Сушане, я не знаю. Но, по крайней мере, о нем пишется, что он был иудеем. Это тот еврей, который не забыл, что он иудей, что он славящий Бога человек. Это тот еврей, что не только по плоти был детем Авраама, Исаака, Якова. Не только был по плоти потомком Моисея. Нет, он был действительно в духе Моисея, в духе Иисуса Навина, Халева, в духе Авраама, нашего отца. А в Новом Завете говорится, что он отец всем нам, и для Гоев, и для евреев, отец всех верующих, отец всех уверовавших. Это потрясающе, это великолепно, дамы и господа, братья и сестры. Вот, и слава Богу, что Мардыхай, он не прогнулся под изменчивый мир. Он действительно не прогнулся. Пусть лучше он прогнется под нас, этот мир. Действительно, Мардыхай, он не поклонился Аману, хотя понимал, в чем рискует человек взрослый. Жил там у дворца, видел все эти интрижки, интриги, заговоры, хитрости, политику, все это понимал. Человек не глупый, понимал прекрасно, отдавал себе отчет. Но, настолько мерзко было ему поклониться вот тому негодяю Аману, антисемиту тому, что он, даже рискуя всем и здоровыми, жизнью своей, но он остался непоколебим. И, когда ему сказали, там, Аман-то сразу не обратил внимания, там, толпа, вот, возможно, и не обратил, а, возможно, увидел, да, и как бы, ну и ладно, мало ли, что за человек такой. Но, служащие там, нашлись такие товарищи возле Мардыхая, они говорили ему, чтобы он не искушал судьбу, чтобы он поклонился Аману. Но, интересно, Мардыхай ответил им, что он иудеянин, что он иудей, что он поклоняется Господу, Богу. Я вспоминаю сразу из Нового Завета слова величайшего, из величайших иудеев всей нашей истории человеческой. Иисуса Христа, праведника, Ишуа Машиаха, спасителя и Господа нашего, который также на лукавое предложение поклониться врагу, сказал, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Действительно, настоящий ответ, истинный ответ, правдивый ответ настоящего иудея. Иисус Христос, он действительно ответил доблестно, как настоящий иудей, не поклонился твари. Он заявил, что только лишь Господу, Богу поклоняется, и ему лишь одному служит. Все. Вот такова история, вот такая история у нас, дамы и господа. Вот, и слава Богу, что прозвучал и в устах Мардыхая такой ответ. Мардыхай, он действительно не поклонился тому антисемиту, Аману, тому нечестивцу. И это не есть власть, если она не от Бога, как уже в Новом Завете написано, буквально. Вот. И знаете, друзья, Мардыхай это очень четко понимал. Он очень четко это понимал. И те товарищи, те служители, да, которые слышали ответ такой добрый, такой твердый, ответ настоящего иудея, Мардыхая, вот то, они донесли куда следует компетентным товарищам. И, в общем-то, началась такая дальше история самого этого Пурима. Конечно, много в Библии мы видим таких интересных примеров. Очень интересных примеров для подражаний. Как написано, помните, да, было в Новом Завете, в послании к евреям написано было, что подражайте вере их, тех, кто наставлял нас вере, учителей наших, вспоминать этих праведников. Вспоминайте этих праведников святых и подражайте их вере. И дальше говорится, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеке тот же. Подражаем нашим наставникам, вспоминая их добрым словом. И знаете ли, вспоминая вот такого выдающегося наставника нашего, да, вере, Мардыхая, Мардыхая, настоящего иудея, знаете, чем я восхищаюсь? Я восхищаюсь Богом Святым, который сегодня тот же. И что действительно Бог вот эту веру, непоколебимую веру Мардыхая благословляет. Благословляет и ради этого праведника, да, спасает весь народ. Хотя, казалось бы, подставил Мардыхая каким-то образом таким, да, значит, своим упрямством, так чисто по-человечески, если говорить, подставил свой народ. Но нет, на самом деле, нет, он как раз именно не подставил. А он действительно сыграл такую выдающуюся роль в деле возвращения народа Божьего к Богу, восстановления Иудеи, восстановления Израиля. Вот, и это действительно великолепно, дамы и господа. И мы читаем о смирении Мардыхая, о его посте, молитве пред Богом. Мы читаем о покаянии царицы Исфири, о ее молитве пред Богом. Это великолепно, это одни из самых таких трогательных стихов Библии, слов Библии. Но самое восхитительное в этой книге, именно что и весь народ Израиля, все евреи стали вспоминать, что они иудеи. Ну, по крайней мере, их заставили вспомнить даже эти самые тесные обстоятельства. Враги их сами заставили вспомнить. Бывает, что мы сами забываем о своем призвании, но потом обстоятельства тесные или враги заставляют нас вдруг вспомнить о нашем призвании. И вот так было как раз в книге Исфирь. Как раз так и описывается в Магелла Тестер. И говорится о божественном Пуриме. Бог всемогущий вступился за своих возвращающихся в покаяние детей. Он вступился, и действительно совершилось чудо избавления. Божественный Пурим. Злоба врагов наших обратилась на их же головы. Как говорится, да, то, что из Библии, но стало уже народной такой мудростью, притчей, поговоркой. Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Вот, и действительно, враги наши рыли яму нам, но сами в нее попали. Баруха Шэм. Благословенно имя Господа всемогущего. Да, дорогие друзья, благоставляю всех вас во имя Господне. В этих размышлениях сегодняшних, вот, о книге Исфири, в этих размышлениях о празднике Пурим, я хочу Богу всю славу воздать. Сегодня, вот, молюсь о том, чтобы божественный Пурим свершался на нашей земле. А он таки и свершается. Божественный Пурим, слава Господу Богу всемогущему. Вот, благоставляю всех вас во имя Иисуса Христа. Сегодняшняя часть вечерняя будет короче. Значит, даст Бог завтра утром подключайтесь на утреннюю молитву. И завтра вечером продолжим. Уже более пространно буду рассказывать из истории христианства примеры приводить. Сейчас я готовлюсь к семинару по истории церкви, который буду проводить здесь, в Киеве, по вечерам воскресным. Информацию дам в социальных сетях, в сети Facebook, в частности. Там, не забудьте подписаться, архиепископ Сергей Журавлев. Найдите, вот, подпишитесь. Пусть Бог благоставит вас, все, дорогие друзья. Благоставляю во имя Иисуса Христа. Благоставляю благоставение священников сейчас. И давайте помолимся. Помолимся. И пусть радость Божья, божественная радость умножается, умножается. Сегодня уже вечер, уже наступило новое, новый день наступил, уже седьмое число месяца Адара второго наступило сейчас. И с этим уже потемнение, потому что и был вечер написано, и было утро, день там следующий. Вот, поэтому воспоминаем все это и благодарим Господа за все. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог Аврама Исаака Иакова. Отец наш сущий на небесах, да святится имя Твое и да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем блажникам нашим. Не веди нас во искушение и избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святаго Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Благоставляю всех вас, братики, сестрички, дочечки, сыночки небесные, наши папочки, авы нашего. Слава Богу. Сейчас буду совершать хлебопреломление, причастие вечером. И я приготовился уже к этому таинству. У меня здесь даже есть хлеб пресный такой. Вот завтра утром тоже подключайтесь. Я обычно в эфире, в прямом эфире, сейчас я делаю утром причастие такое. А уже вечернее причастие хлебопреломление совершаю один на один с Господом вместе. Вот. Так что не обессудьте. Вот. Но я напомнить хочу только вам, кто будет сейчас приготовляться причастие. Про скамидию. У меня здесь вот чаша. Вот. Есть вот сок у меня виноградный. Все приготовлено. Вот. У меня чаша. Наливаю сок. Если нет сока, беру просто воды. Или компот какой даже. Вот сухофрукты у меня есть, допустим, да. У меня просто обычно вот гроздь винограда уже там подрядшая, допустим, раз. Или изюма. Раз, сварю компотик. Вот тебе уже и использую для причастия. Или просто воды даже. Просто воды. Чтобы не париться, не думать. Вот просто беру воды и хлебушек. Куплю лаваш, допустим, здесь. Беру хлеб и воду. И молюсь. И в парке здесь, допустим. И совершаю хлебопреломление причастия. Прямо вот на лавочке сидя, молясь перед Богом. Совершаю, воспоминая о теле и крови Христа. Смерть Господню возвещает, доколе Он придет. Поэтому, когда совершаем причастие, хлебопреломление, то самое важное причастие, оно совершается здесь и здесь. Не просто ртом нашим. То, что входит в нас, оно не может нас осквернить или осветить. Тем более, то, что исходит из нас, это нас может осветить. А что освещает нас? Наше рассуждение о теле и крови Господа Иисуса Христа. Того самого величайшего с большой буквы Иудея. Он есть свет к просвещению всех народов и слава народа своего Израиля. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господи. Благослови сегодня всех причастников, причастниц. Благослови, кто приготовляется сейчас хлебопреломлению, Боже, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, Боже. Кто приготовил хлеб уже. Вот я приготовил у меня лаваш здесь. Фатир, фатир у меня здесь. Пресный такой, пресный лаваш такой. Но неважно, что вы возьмете, лаваш или просто хлеб, или даже ржаной хлеб. Самое главное, когда мы жуем и пьем, то мы вспоминаем о крови Христа, рассуждаем, пережевываем и рассуждаем о теле и крови Иисуса Христа. Хотя можно и бесконтактно причащаться. Да, совершенно без ничего. И как вот я впервые о таком бесконтактном причастии узнал, общаясь со старобрядцами, беспоповцами. На Рогожске, там на Рогожском кладбище в Москве. Вот Рижская Гребенщиковская община с поморцами на Аляске тоже общался. В Австралии общался тоже с потомками старобрядцев, которые без поповского согласия. И тоже они говорят о бесконтактном таком причастии. Открываем Евангелие, рассуждаем о теле и крови Христа. И причащаемся мы тело и крови Христа. Проникаем кровью его, пропитываемся кровью его, его телом. Причастие тела и крови Христа это не просто даже вкушение. Не качество вина или хлеба, нет, а именно качество нашего рассуждения о теле и крови Господа нашего Иисуса Христа. Дамы и господа, братья и сестры, будьте благословенны, будьте счастливы. Рассуждайте о теле и крови Христа сейчас, рассуждайте. И Бог да благословит всех вас, возлюбленные, дорогие мои. Слава тебе, Господи, слава тебе. Благослови моих братьев и сестер сейчас в этом рассуждении. В хлебопреломлении благослови Господь. Слава тебе, Царь Вселенной всей. Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Спасибо, кто был подключен Подключался К этому прямому эфиру Спасибо тебе за каждого из них Благослови, Господь Во имя Иисуса Христа Благослови наши дома, наших родных Ближних, Господь, благослови Во имя Иисуса Аминь Благословляю всех вас До встречи с Богом Пусть Господь благословит Аллилуйя Аллилуйя